Всех с наступающим светлым праздником Пасхи! К этому замечательному празднику я предлагаю приготовить вот такие вкусные домашние песочные печенья. Это вариации на тему всем известного еще с советских времен печенья через мясорубку. Готовить его достаточно легко, быстро и оно вполне может стать вашим любимым печеньем к чаю. Начнем с шоколадного. Для него нам понадобится 100 грамм муки, 50 грамм сахарной пудры, щепотка соли, 20 грамм, это примерно 1,5 столовой ложки какао, пол чайной ложки разрыхлителя, 50 грамм масла и одно яйцо, точнее желток. Для начала все сухие ингредиенты мы просеиваем на сито, перемешиваем, добавляем масло и перетираем все это в крошку. Добавляем желток и если масса плохо собирается в комок, можно добавить немножко отделенного белка. Я делю на 4 части, делаю это через весы, у меня не очень хороший глазомер, но можно и на глаз. Отправляю печенье на несколько часов в холодильник или можно даже на ночь, чем дольше, тем лучше. Дальше я его перепускаю через чесночницу, конечно его можно прокручивать обычным образом через мясорубку, но удобнее делать так, оно небольшое, количество тоже небольшое, поэтому мне удобнее так. Печеньки получаются все примерно одинакового размера, одинакового веса, такие откалиброванные. Скручиваем их таким красивым комочком и делаем внутри ямочки для начинки. Это удобно сделать любым стаканом, по возможности какой у вас есть. У меня получается печеньки 10 в диаметре и 5 в серединке. Отправляем на листик, выпекаем минут 15, нужно смотреть, чтобы печенька не сгорела, печется оно быстро. Пока мы изготовим начинку. Я беру 4 ложки сгущенки вареной из расчета по одной на печеньку и чайную ложку какао. Перемешиваю. В идеале лучше взять любую шоколадную пасту, ореховую, ну в общем по вкусу, по вашему вкусу, будет вкусно с любой. Наполняю печенюшки и внутрь размещаю любые яички, которые обычно перед Пасхой продаются. В этом году у меня вот такие красивые конфетки. Они правда в фольге придется разворачивать, но очень нарядно они смотрятся. Я размещаю по 3 штучки. Вот так празднично выглядит это печенье, очень эффектно и нарядно. Приступаем к белому. Тут немножечко другой рецепт. Для него нам понадобится 45 грамм масла, 50 грамм сахара, 1 желток, 25 грамм сметаны, это столовая ложка, четверть чайной ложки соды, щепотка соли, ванилин по вкусу и 135-140 грамм муки. Муку с маслом и солью я перетираю в крошку и отправляю в холодильник, чтобы оно не грелось. Тем временем взбиваю яйца с сахаром и ванилином. Достаю мою крошку, отправляю туда сметану, разрыхлитель, ну соду в моем случае, и яичную смесь. После чего перемешиваю, собираю в комочек и дальше привычным способом, ровно точно таким же, как было с шоколадным, делю также на 4 части. Я даю одинаковое количество на 4 белых или шоколадных. Я обвожу вот такие формочки, вот если вам трудно одинаковые делать, можно сделать вот так. Это очень удобно. Я не всегда так делаю, обычно я справляюсь без них. Печеньки точно так же выдавливаю, точно так же формую, точно так же отдавливаю серединочки. Все абсолютно аналогично. И про выпечку я забыла сказать, выпекаем мы при температуре 170 градусов и белые и шоколадные. Следить нужно по времени за готовностью, обычно это занимает минут 10-15, пекутся они достаточно быстро. Обратите внимание, по краям печеньки пекутся сильнее и могут так вот краешки как будто пригореть. При этом низ абсолютно не сгоревший, верх тоже замечательный. Просто нужно следить, чтобы по бокам не оставалось тонкого слоя вот этих наших таких выдавленных макаронинок. Все, наполняю точно так же, только обычной сгущенкой, без какао. Печеньки на мой вкус получаются шоколадные, эффектнее на вид, а белые более нежные на вкус. Ну, пробовать вам. Для этого я и даю два разных рецепта. Конфетки хоть и вымазываются в начинку, но фольга легко снимается. Обязательно приготовьте на праздник такие печенья. Готовить их легко и достаточно просто. Внешне они выглядят очень эффектно. Шоколадные мне напоминают гнездо из веток, а белые из соломы. По вкусу выбирать вам. Обязательно отписывайтесь в комментариях, какие вам понравились больше. Задавайте ваши вопросы. А если видео вам понравилось, нажимайте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать выход новых вкусных рецептов, которые появляются на моем канале регулярно, несколько раз в неделю. Особое внимание уделяю их подбору к праздникам. Продолжение следует...